а это мне да привет меня зовут Андрей привет всем, меня зовут Тарас Максимков, Тунген Концепт я Лада Косинец меня зовут Паша, я оператор всем привет, меня зовут Яна Анисина Батьковна всем привет, меня зовут Саша привет, меня зовут Дима я в генге меня зовут Ярик и я самый главный чувак в команде я самый добрый и честный бандит на районе как-то так, у меня есть братан Ярик 2-4 на 7 мой герой получается он такой блатной пацан то есть он на плохой стороне по сути мы с Андреем типа партнеры в общем мы плохие ребята но у нас есть и хорошая и добрая сторона в общем мой персонаж это девушка мы с Яной сестры мы очень сильные я очень злая меня никто не может победить мой персонаж он странник это гробовщик в первой части я была тем человеком который собрал всех этих людей вместе а кем я буду дальше посмотрим мой персонаж в наших историях это молодой очень перспективный талантливый добрый аккуратный незаменимый замечательный сказочный шериф ну короче я такой жесткий барон который на самом то деле собирает всю движуху и после соберет движуху мой персонаж это сгорблившийся человек сутулый жопой кверху который бегал по полям по лесам ночью, днем то есть поверхностное оно сменение такое то есть я там да в татуировках и сразу же люди думают о боже это наркоман боже поганая людина воно сидело воно убивает людей соответственно вот такой у меня негативный персонаж Андрей самый добрый крампер чудовище крампер понятно что у него тоже негативный образ какой то есть у Ярик тоже темненький пацан который с преисподней сладенький сладенький с преисподней тоже у него негативный образ что это вообще свет нашей жизни потому добрый персонаж Тарик Тарик это человек странствующий такой вот вот мужчина типа а-ля Индиана Джонс как в жизни так на самом деле видео на самом деле все из жизни взяться только не внутреннее такое а более вот поверхностное Яна с Катюшей вообще умнички и знаете что самое крутое что они вдвоем могут остановить толпу разъяренных мужиков ковбоя Ладочка косинец Ладочка Кучеряшка Ладочка кстати очень-очень загадочный персонаж персонаж человек который нас всех собрало в первой части и пропало во второй вы заметили? а это все не просто так это все сюжет это все? видите? может а может нет? а может нет Дима Жук тоже раскроется все потом все будет раскроется? нет помню была сцена ночью в лесу хотя это было возле моего дома вроде как не страшно но мы с Максимом повели ребят куда-то не в ту сторону и в итоге заблудились и точно такая же ситуация произошла и во второй части на съемках шли мы шли часа два три к нашей локации и уткнулись в тупик пришлось разбываться идти по болоту переходить все это дело в итоге пришлось все-таки вернуться назад и обойти болотчика вот целый километр таким хаком прошли нормально и потом после этого зато мы с Тарасом мыли кроссовки от грязи в целом в Киевском море вот это уровень у ооооо как я чуть сам не удушился веревкой мы на песках снимали эпизод когда меня девчонки толкнули с веревкой я должен катится был и так чуть не комфортно было с веревочкой катиться и Я растирала кровь себе по пальцу Короче, у меня руки были тупо в крови второй раз Но это никто не видел, потому что я вытерала салфеткой А когда я попросила некопластыр, но меня не кричали Давай! Раз, два, три Самое веселое, это когда мы пошли в лес И это было сколько часов? Сейчас, мне кажется, около часу ночи И мы только пришли в лес Еее! А еще нас кусают комары А еще вот там, мне кажется, Макс воленький где-то Это было очень страшно Мы оставили машину непонятно где Мы шли туда пешком, непонятно сколько Непонятно куда мы дошли, вообще все было непонятно Потом разжигали костер и кушали, как они, маршмеллоу Это было весело, но было очень страшно В лесу никого не было, было страшно Но я была с парнями, поэтому мне не страшно Я пошел в лес, там было бревно, дерево поваленное Я бежал по нему и жестко упал И мне же леска прям в бочину вбилась Вот это самый жесткий момент был всего с первой части О боже, да А еще Возле того места, где Максим Копал могилки Будем говорить все своими словами, именами Там лежала дохлая собака Как она воняла Воняла ужасно Ребята, знаете, что самое главное в жизни? Концепция В последнее время танцы стали очень узким понятием То есть один коридор и четко есть там студия И танец, и все Музыка, танец Пять человек, десять, один, два, восемьсот И, скажем так, уже ничего не интересно смотреть Концепт должен спасать, выручать и давать, скажем так, вкусняшечку в глазки зрителю Потому и называется Кен Концепт Потому что мы оттолкнемся от концепта Для того, чтобы было интереснее смотреть Приятнее смотреть И хотелось смотреть Все любят ковбои Все любят Дикий Запад Все любят лошадей И все любят классные шляпы Поэтому я считаю, что ковбои Это отличный вариант для нашей концептуальной команды Дикий Запад То есть я считаю, что наш зритель Это люди, вообще все люди, которые связаны как-то с творчеством, с искусством, с кинематографом Надеюсь, что зрителям интересно смотреть наши видео Потому что мы в них вкладываем свой пот Вкладываем пот, какие-то усилия Любой человек, кому интересно вообще что-то другое Какое-нибудь новое творчество, новое видение Новое что-то новое Мы вас любим, все будет супер круто, мы ждем Дима Жук вступил в какашку Всем пока, смотрите нас Всем пока Хорошо, ребята, я считаю, что вы большие молодцы Спасибо, что пришли к нам в студию сегодня дать интервью И давайте мы каждый скажем по слову финальному Пожелаю, что вы нашли зритель Добавляю вас Реально одно слово Счастье Творчество Любви Гэнг Понимание Кто это говорит? Кто это? Вы что, не одни здесь? Гэнг Творчество Р sound